Мы ловили зажигательный бомб, я гасил воду, потом песок. Сгоревые машины у меня, мне должны были ампутировать ногу. Уличные бои, это страшно? Конечно, это бои, это рукопашные. А если ты сейчас не пойдешь, что тебе хлеба не достанется, и мы все умрем от голода. А как стресс снимать? Водкой? Ну, зарезали одного немца, он заврал, как баран. Вот ваша семья бежала от голода. Да. А к Сталину как вы после этого относились? Дедушка как, когда узнал о войне, сказал, Сталин справится. Я пришел, не мог на работу строиться. Вот, и хоть ходили в шинели. Вам война снится? Привет, друзья! Мы в селе Мясной Бор, неподалеку от Великого Новгорода. Здесь, весной 1942-го, погибла вторая ударная армия. Она вела наступление на Ленинград, прорвалась в немецкий тыл, но вскоре сама была окружена и разбита. Несмотря на массовый героизм, который проявляли бойцы второй ударной, никто из выживших не был награжден тогда даже солдатской медалью за отвагу, а после войны эту историю вообще тщательно замалчивали. В основном потому, что командующий второй ударной, генерал Власов, стал предателем. И когда его армия попала в окружение, он перебежал к немцам и потом с ними сотрудничал. Тень его измены пала и на всех солдат его армии, и десятки тысяч из них так и остались лежать безвестными в этих лесах, которые с тех пор тоже называют Мясным Бором. Но знаете, в итоге память этих людей не исчезла. Потому что уже после войны долгие годы и десятилетия честные имена этим людям возвращали энтузиасты, живущие здесь, живущие в Новгороде, приходившие в эти леса, поднимавшие останки погибших с почестями, предававшие их земле, и где, возможно, находившие имена этих погибших. С одним из таких людей, новгородским поисковиком Александром Орловым, мне в свое время посчастливилось быть знакомым. Мы вместе снимали здесь фильм. И я помню, он говорил мне, что для него история Великой Отечественной – это не история движения огромных армий, фронтов или решений полководцев. Это совокупность частных историй обычных людей – красноармейцев, лейтенантов, офицеров, которые воевали здесь, которые воевали в других местах, которые на своих плечах вытянули совершенно невероятные, чудовищные испытания, которые выпали на это поколение. Потом частные истории этих людей, рассказанные ими самими, выжившими, пронизывали жизнь нескольких послевоенных поколений. Мы его тоже. И понятно, почему так устроено, что мы воспринимаем историю как свою, как личную, когда нам рассказывает ее свидетель, рассказывает участник. А после, когда никого уже из участников не осталось, это неизбежно становится фактом истории, легендой или идеологией. Сейчас людей, которые прошли ту войну, которые воевали, уже практически не осталось, потому что тому поколению сейчас около ста лет. Но такие люди все еще есть. И мы решили, что нам важно поговорить с ними. Поговорить не об эпохе в целом, не о том, как они воспринимают те времена, а поговорить о том, чему они стали свидетелями, что они видели своими глазами, в чем им довелось участвовать. Ну, до военной жизни я в колхозе, в деревне жили, Иркутская область, это Черемхово город есть, знаете, такой угольный, там, закончил четырехлетку, а потом поступил в техникум. Хотел я поступать тогда, тогда модно было в училище, в горную технику у нас был, в Боровине. Ваша семья переезжает в 30-х годах в Подмосковье с Украины. Это было связано... В Москву. В Москву. А этот переезд, он был связан с коллективизацией? Это был связан с голодом. У родителей было девять детей, двое умерли с голоду. Отец семерых нас спас. Короче говоря, добрались, не буду говорить, как, это долго рассказывать, до Москвы. Ночевали на вокзале, устроились в кожельном заводе под Москвой. Это Биберево, сейчас Москва. медвежьи шкуры таскали, обрабатывали. Тяжелейшая работа. Директор завода выделил комнатку 10-метровую, семь человек детей, их двое, девять, и сказал повару, они обеда здесь не будут, им вот, они придут с кастрюли, пару этих, половников добавишь, они там будут кушать дома. Вот они с кастрюлей ходили и приносили обед. Но это было мало, и все, больше ничего. Вы войну встретили в Пушкине, в автомобильном училище? в автотехническом училище. Вот нас выпустили автомобилистами, и я тогда еще погон не был, по первой категории экзамены сдал, и сразу получил два кубика техники, эти боэнтехники второго ранга. Сколько вам было лет, когда началась война? 16, 22-го война, 27-го, 16 лет. Жила я в Крыму, в городе Симферополь. Я работала на обувной фабрике, вот, обувщиком была. Я закончил, по-моему, семь классов и пошел сразу на авиационный завод работать. в июле месяце на Москву первый налет. Ровно через месяц. А как первая бомбардировка выглядела? Вы помните ее? Помню очень хорошо. И тревоги не было. Вдруг темно, гул сплошной. налетели самолеты, а я работал к расстричь и смену. И как чувствовали, у меня был ящик с песком, бочка с водой, клещи, еще и темные очки. Мы ловили зажигательные бомбы. Я гасил воду, потом песок. Головка, когда разгорается, 3000 градусов. И гасили. Пожаров никаких не было. Но по Москве, я стоя на чердаке в заводе проверял. Насчитал 13 пожаров в Москве. Первый. Театр Вахтангов размобил совсем. В Кремль попало полтона и бомбов до цокля. Но, слава богу, не разорвалась. А панику помните московскую в октябре 1941 года? 16 октября я домой не мог добраться. Вы не представляете, что творилось. Многие этого не знают. Все бежали из Москвы, думали, Москва или потоп будет, или взорвут. Веропрочем, все чиновники, у кого машина была, все бросили в Москву. Остальные на электричке не могли домой добраться. Я одной ногой стоял на цупеньке и держался одной рукой, чтобы доехать до Бесхудникова. Вот так. Вы не собирались из Москвы уезжать тогда? Нет. Отцу предложили с детьми эвакуироваться. Отец сказал, категорически с детьми я уже наездился, не поеду никуда. Помирать будем здесь, будем защищаться. И все, никуда он не поехал. Так мы и были в Москве. Свой первый бой помните? Первый бой я под Краснодаром. Я там как раз в первом бою три танка изжег у немцев. Вы командиром танка были? Командиром танка, да. А вы на каких танках начинали воевать? Тридцатьчетверка. Тридцатьчетверка? Да. Это какая модификация? Еще первая? Это первая были еще с маленькой башней. Она называлась эта маленькая башня Башня-Пирожок мы ее называли. Она такая формовая была. Пушка 76-мм. Пушка, которая зенитная была, полевая, ну, ее поставили на тридцатьчерку. Вот она сейчас вот где стоит у нас, где вот на постаментах вот эта пушка. Печки сначала не было. Потом, когда пошли уже более эти 85-ки и все равно печки для подогрева двигателя зимой, а не для отопления. Мы в танках никогда не спали, мы спали наверху зимой. Почему? Потому что двигатель же у танка 12-ти лидровый дизель, у него температура 90 градусов рабочая. Мы бросаем сверху прямо ложились на жалюзи брезент. спишь сверху снег и спишь под брезентом. Они мне пять снарядов натолкали, троих с трех, всех трех сжег, и они меня подожгли. И сгорел и машина у меня, и сам госпиталь возле. А я был ранен, нога перебита, мне должны были ампутировать ногу. я подписку и три подписки давал. Отказался от ампутации. То есть даешь подписку в госпитале лечащему врачу, как там начальство, что если смерть наступит от ранения, чтобы не отвечал врач. От заражения кровью, да? Ага. Это было такое правило. Поэтому я даю подписку. Я эти три подписки дал, чтобы ногу не отрезали. И как она зажила? Она зажила, с гангрена была, а потом червячки эти вот, когда заводятся в ранах. А парыши? Да, как их парыши, как их они иногда сами, они и сами заведутся. Но иногда для пользы и лечения врачи применяют это дело. Вот они вычистили мне все, эти червячки. И вот я два раза с госпиталя возвращался в полк. Ну, в полк, конечно, каждый стремился. Все-таки люди все знакомы, порядки знакомы. А когда приезжаешь в свежий коллектив, да еще в боевую обстановку, конечно, трудно привыкать. Надо войти в эту обстановку. Ваш отец ушел на фронт, правильно? Да. А как получилось, что вы остались в Ленинграде и не были эвакуированы? Вы же детьми были. Как мы остались? Нас не пустили. Мы были взрослые. Считала сестра 12 лет, мне 14. Взрослые? Считали, что мы уже взрослые. И вас не взяли в эвакуацию? Да. Маму не взяли. Сказали, надо окопы копать. Дети у вас взрослые. 14 лет это вы были, получается, в каком классе? В седьмом? В седьмом. В седьмом классе? Да. Когда вы впервые услышали слово блокада? В сентябре уже, когда стали нас обстреливать. Я видела, как летели самолеты, лавины летели. И у них был звук у немецких самолетов особенный. И они в основном бомбили ночью, а днем обстреливали. И вот я видела эту лавину самолетов дважды такими кусками ночью. так уже в августе вовсю карточки работали. Уже карточки работали. И причем карточки работали как? Успеешь хлеб выкупить, значит его получишь. Хлеба не хватало всем. Люди вставали в шесть часов утра, в пять, кому куда ближе было к булочной идти. Бабушка, например, будила меня в шесть утра. Жанночка, надо, иди за хлебом, а если ты сейчас не пойдешь, то тебе хлеба не достанется, и мы все умрем от голода. Дедушка умер четвертого января, три дня вообще хлеб не удавали. Заводы стали, а заводы стали, потому что не было ни электричества, ни воды. А как выглядела очередь? Вот вы приходили туда в шесть утра. Болщина закрыта, и тихонечко, молча все стояли. Укутавшись так, я в валенках в зимнем пальто, а наверх еще дедушкина шуба. И один раз я там в оморок упала в очереди. Уже было к весне. Помню, стояла, любовалась солнцем, а очнулась мне, еще снег был, снегом меня в себя приводит. И ведь говорили, что карточки выкрадывали, хлеб отбирали. Вот я такого ни разу не видела. И у меня карточки были в кармане, и никто их не вытащил. А все-таки голод людей ожесточил? Ну, у нас соседка в квартире такая была. Сначала мама ее тоже пристроила в госпиталь, в кухню работать. Она украла вилки, ножи, ложки. Ее уволили. Так она что сделала? Она свою дочь увезла в детский сад в начале месяца без карточек и сказала, я карточки привезу. И не привезла. То есть за счет дочери она ела целый месяц ее хлеб. У нас целый рот образовалось добровольцев в нашем батальоне. Девчонки-москвички. Прямо с работы. военкомат и все. Вот надо переодеться. Ничего, вас сейчас переоденут там. А мы в глубок ателлу находились, так что там далеко до нас было. И вот нужно было, и мы добровольцами поехали в состав 2-го Украинского фронта. Вот мой командующий Малиновский Родион Яковлевич. А в чем непосредственно была ваша служба? В связи с я? У нас шифровальщики стояли вот за спиной. Механик стоял, чтобы что-то случиться сразу, чтобы и за спиной шифровальщик. Вот они на передачу не мне давали, а той девушке, которая на передаче работает. А я принимала. Я принимала, от меня шифровальщики брали. Почему вы в 17 лет решили пойти добровольцем? В 42-м году погибает мой старший брат. Ему всего было 20 лет. Город Лиски Воронежской области. Я тут же поехал в район комат. Приезжаю туда. Это был 42-й год. Они говорят, вам 17 лет, нет, мы вас не можем взять. Я говорю, я комиссию могу пройти. Комиссию давайте пройдем. Прошел комиссию, а теперь ждите повестки. Как исполнится, мы пригласим вас. В начале 43-го года приходит повестка. Я с этой повесткой иду к Агафону, как сейчас его помню, ему было 6-7 лет, отдел кадров. Говорит, какая армия, работать некому. Кроме того, у вас бронь, они не имеют права взять. А я не говорил, что у меня бронь. Вот это плохо. Поехали в военкомат. Вы такого призывали? Да. А вы не имели права согласно постановлению. Завод восстановили, работает на заводе. У него бронь. А он нам ничего не сказал. Сейчас посмотрим, можно ли оставить его. Пошли где-то там копались документы и говорят, нет, ему надо быть в Ярославле через три дня. Все документы уже там, в училище младших командиров. Все. Взял расчет и туда. А почему вы не сказали, что у вас бронь? я хотел в армию идти мсить за брата. Вот так. Не было страшно идти на войну? Когда я не знал, что это война такая, я не понимал, что очень страшно. 43-й год мы вступили в бой. вот там уже было страшно. Это кто говорит, что не страшно, наш он не был на войне. Когда мы попали под артообстрел, летит земля, вот вы себе представляете, летит земля вместе с конечностями человеческими, идет сплошной стон о помощи просят. Вы не можете голову высунуть. Страшно или не страшно? Зубы стучали. Я смотрю на друга, а он на меня. Вот как человеческий организм устроен, я тоже не знал. Стоит только поднять нас в атаку, все прошло. Куда делось мандражей, мурашки, все пропало. Я однажды, вот когда война кончилась, я однажды вот слышала, ну что там страшного? Я прям хотела прям знаете что, или стукнуть, или просто плюнуть человеку. как не было страшно, ну как это страшно не может быть? Потом привыкаешь, вот что. И конечно боязно, как вы думаете, а вдруг на меня сейчас, а вдруг меня сейчас подстрелят? Там ведь и у нас снайпера, и у немцев снайпера, им все равно кого стрелять. когда в бой пошли, машина сгорела у меня, и получилось так, что экипаж целый остался. Вот, машина сгорела, она уже бесполезная, без ударного механизма. Вот, и боеприпасы кончились, и мы пошли. Это из-под Керчья, да, вы получились? Под Керчья, да, под Керчью. И зарезали одного немца, он заврал, как баран все равно, там остальные поймали, в общем, пришлось отойти. Нашли там старый рыбацкий брошенный этот промысел, этот чан нашли, спустили, попробовали, держат всех, ну, и решили, значит, отчалить, оплыть передний вера за ночь и причалить у своего берега, круг вот такой. А как вы гребли руками? Ну, там нашли доску где-то в палку, сначала думали эти, а потом глубина-то большая, и пришлось это бросить все. И таскало мы, значит, с третьего по девятое, да, по девятое нас поднесло обратно в открытое море. Ну, тогда я глушков-то механику говорю, «Витя, готов гранату подрывать всех, сразу ложи, чтобы намертво всех». И в это время смотрим с кордона, где чушка начинается, катера торпедная идет на полной скорости, и глядим со сосредины камеры вот так разворачивается и на нас прямо кричим. А этот глушков у меня гранату держит, ее уже нельзя, теперь уже ничего не сделаешь, ее надо бросать только. Катер подлетает, моряки лежат на борту с винтовками, держат на нас, смотрят танкисты в шлемах. взялись, «Кто вас, откуда вы взялись-то? А ты что у тебя в руке? граната вот, видишь, он ее бросил, он ее бросил в эту воду, она там пух внутри. Все, собрали нас. А вы же вернулись с территории противников? Да, сначала нас отпаивали, водку девчонок просили, потом пришел собист не в этот день, а утром Но это правильно он сделал. Он меня отдельно увел в другую палатку, допросил меня, как мы оказались в этой пацанке. Ну, он тоже правильно рассуживает, может быть, подослал нас, как разведчиков. Ну, я рассказал все, он тогда позвонил в полк под Керчь, вот, полку, так это мое, говорит, Сарасов, давай, задай их. Мы переходили из Вены, да, в Чехословакию, мы лесом шли, привал сделали, а темно было, мы ночью шли, и на нас разведка немецкая наткнулась, они шли на наш костер, если бы они стали стрелять, то они бы погибли, и мы бы тоже могли погибнуть, неизвестно, темно, не видно, ничего было, и у нас командир хороший был, вот, Калоев, которому героя дали, лежать, не вставать, и мы слышали, как кусты шли, 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 они убегали, они наткнулись, они думали, что никого здесь нет, только двое, а когда они почувствовали, что народу полно, команда дана лежать, вот эти спаслись, это хорошо, что они не стреляли. То есть немцы на вас вышли и убежали, а вы не стали стрелять в них? Нет, а куда стрелять-то? Там же наши лежат, отдыхают, мы могли своих перестрелять, вот я чувствовал, не знаю, как другие, все время человек в напряжении, все время, даже когда отдыхаете, тоже в напряжении. А как стресс снимать? Водкой? Водки у нас не было, не было? Нет. А как вообще бытовые вопросы решались на фронте, там, постираться, помыть? Ой, ну какие бытовые, где вот увидели воду, и все, девчонки-то полоскались, нам же надо, особенно нужно, нам хорошую баню устраивали, вот когда мы в Молдавии стояли, палатки и баню, вот здесь мы набанились, это хорошо. Мы уже привыкли, не умываешься, под дождем, или, если зимой, то морозы, если привезли, что-то покушали, быстренько покушали, и все, и опять стоишь с винтовкой, с автоматом. Уже привыкает человек, первое время очень тяжело было. Знаете, у нас старшины хорошие были, они прям говорили, девушки, у кого месяц пришел, говорите только правду, не обманывайте меня. И освобождал. Во-первых, у нас была строгая дисциплина, это очень хорошо. У нас, если подруживали там с кота, кто-то, все втихаря. И так, чтобы ничего не было. Вот у нас из нашего полка, из нашего, скорее всего, батальона, у нас ни одна девушка не уехала в декрет. Да. А вообще много было полевых романов? Ой, да, вот, вы знаете, что, у меня шился парень ко мне, красивый, он такой воображалистый был, что он меня противил. А мне, я дружила с военврачом, жена командира батальона, она на него, как начала, вот смотри, ты знаешь, это какая скотина. Мы раньше не говорили, ловелас, бабник. А вот я все-таки молодая, я поняла, что это такое бабник. И я так, подальше, подальше. А правда, что на фронте простуд, болезней таких не было, грипп не случалось у людей? Нет. Представьте, что нет, потому что человек в напряжении. Никакой болезни, ни простуда, ни одна холера не брала. Серьезно? Вот так. Потому что человеческий организм, он натянутый был. Можешь, оттого еще молча молодые. Но в полку люди настроены были, так сказать, твердо по-боевому. Не ныли, нытиков не было. Был у нас один нытик, ну, его сами друзья воспитали. Каким образом? Да просто подсказали, Горковенко был такой. Вот вроде боевал нормально, а вот раз засадит машину, все пошли, он застрял. Ну, мы сели сто грамм наркомовские и говорим, еще раз застрянешь, болванку получишь сразу. То есть вы в него выстрелите? Да, бронебойный снаряд называли болванкой. Еще раз застрянешь, болванку сразу получишь. Все, пошел и мы нашли его танк уже под этим, под Пеодосией, подбитый. А он пропал? А он пропал. И экипаж пропал. А танк нашли, у немцев был. Много ваших сослуживцев по экипажу, членов экипажа, много убивал ваших? Ну вот у меня на Кубани механик, ему вот так кесть отрубило. Ну, конечно, ушел он после госпиталя, ушел куда, не знаю. и этот стрелок радист, Гологузов был у меня на операционном столе и сказал, говорит, передайте маме в Казахстан, что я погиб под Кельчем и умер. На операционном сиде рядом. Вот все. Наши командиры молодцы. И командир корпуса, командир дивизии молодец. Прежде чем в атаку идти, они взяли нас, москвичей, позже уже, 10 человек автоматчиками выезжали на фронт, дели ложные выстрелы и смотрели, откуда они обстреливают, засекали эти точки. И прежде чем идти в наступление, обстрел их позиции, вот потом только мы шли в атаку, мы сохранили штат свой. Вот это правильно было бы, а многие этого не делали. А Жуков не жалел людей. В Оржеве побегла вся армия. Когда к нему командующий обратился, мы в окружении, нас мало осталось, разрешите выйти, вам был приказ стоять насмерть. Да, это 33-я армия, это генерал Ефремов. Вот так. Видите, разница какая? И все погибли, в том числе командующий. Вот хорошо-то Путин памятник в прошлом году поставил. А вы в Берлине у Жукова воевали, на первом белорусском? Да, первом белорусском Жуков он от начала до конца. Вы не сталкивались с бойцами первого украинского? Нет, это бывает иногда и подстрелишь кого-нибудь бывает иногда и тебе попадет. От своих? Угу. Так что? Случайно, да? Всякое бывает. Вообще-то немцы воевали хорошо. Организованные они. Вот. Не так, как у нас это. У нас бывает иногда «А, давай вперед!» Рот раскрыл скворечницу. Они воевали. Ну, вот с Варшавы, когда пошли на перецы первые белорусские, они уже были не те. Все. Слабые уже? Слабые. Уже моральные не те. Моральные уже были не те. А особенно в Берлине там уже тяжелые бои. Ну, они бои всегда в населенных пунктах очень тяжелые бои. Это всегда. уж реально. Там же бои шли под землей в метро и на вокзалы. Ну, населенный пункт есть населенный пункт. Мы освобождали Будапешт, потом освобождали столицу Вена. В столице Вену был приказ главнокабанычева сохранить все исторические здания. с воздуха не бомбить, дальнобойными орудиями не производить. Получается, рукопашные. Мы выполнили приказ, но жертвы были увеличены. Все здания, все культурные, вены красивых город. Мы все сохранили. И правительство отнеслись очень хорошо к нам. Уличные бои, это страшно? Конечно. Это бои рукопашные. Бои рукопашные получаются. Мы десантники, мы знали приема. Вот до этого у нас тоже телевидение было. Он тоже говорит, прием, а вы можете показать? Я его, пожалуйста, покажу. Он вот так измошнулся на меня, я его схватил за руку и вывернул его. Говорит, вот это здорово. Я говорю, мы десантники, у нас все приемы есть, были. И он удивился. Но я уже возраст, конечно. Я мог через себя перебрасывать. То есть вы вступали в рукопашную не раз? Нет, раза два. И то только в Вене. Только в Вене. В Будапеште не было ненависть была к немцам? Ну, не знаю. Вообще, конечно, их ненавидели. Мы их называли рогатые. Рогатые. Ну, на касках были одушинки такие вот. Они вот такие отрозочки. Вот мы их и назвали рогатые. У нас такого не было, как у немцев. Немцы сжигали в Беларуси особенно с людьми, людей, детей. Мы ловили детей. Это было в Праге. Беспризорные они или потерянные от родителей, не знаем. Мы их ловили и немецким женщинам отдавали. Они нас не понимали, махали рукой, а детей бороли. Мы детей даже отдавали. Мы в Праге взяли, сдались нам в плен 8200 человек. А в плен мы взяли по-моему 1700 человек, которые не сдавались. В плен брали? Брали. Ну и брали, и расстреливали. Расстреливали пленных? На месте я один раз 7 человек, ну 2-то отправили в Бозе, а 7 человек расстрелял. Почему? Небес там остался в засаде мерзавец. Стреливал снайперу, в голову убил человека. Жалко. Вот я командиру полка доложил его вот так и так. Он расстрелять, кто убил Забровского. Вот я тогда и расстреливал. Не дрогнула рука по пленным стрелять? Нет, зло. Ну ты же уже сидел. Зачем стрелял? Какого черта тебе надо? ты же уже не в бою сидел. Ну нехорошо это вообще-то. Ну тогда бывает вспышка такая. Гнева. Да. Они сдавались преимущественно Америке и Англии дивизиями. Почему немцы больше сдавались американцам, как вы думаете? Они Сибири боялись нашего. И что мы мстить будем им? Наверное так я думаю. 12 мая встретились 26-й пехотной американской дивизии. И на этом война кончилась. Праге. А как это происходило встреча с американцами? Расскажите. Обнимались как братья. Представляете себя? Сначала мы думали, что они переоделись. Друг к другу чуть не стреляли. Антин у нас по-английски говорит, так это наши защитники тоже. И стали обниматься, что живы остались. Слава Богу. А сейчас опять вражды. Друг друга убиваем. Долго вы тогда с американцами общались? Или только вы раз встретились и все? Я лично там только встретился с американцами и все. Больше встречи не было. когда сняли блокаду жизнь сразу легче стало в городе? После войны еще карточки были. Но я уже после войны приходила из школы уже по карточкам почему-то не крупы, а в основном макароны. И я бывало приду, бабушка там отварит, себе нажарят сковородку. Уже сыты были. А когда вы первый раз досыто поели после блокады? Досыто? Когда Женя беременна была, поехала к родным мужам, муж меня повез, вот, и там меня досыто накормили. И вплоть до того, что дядя мой там работал что мог такого поросеночка нам зажарить и дать, так мы его привезли в голодный Ленинград. Какой это год? Сорок седьмой. А, уже после войны. Да. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Когда объявили о капитуляции Германии, вы отмечали этот? Нас отвели, там, километров пять или семь от Берлина. Какой население, сейчас я не помню уже, небольшой. Ну, мы сразу вот здесь вот во дворе, кухня, выпивка. Ну, что-то, мы, знаете, не пьянствовали так вот. Не пьянствовали? Нет, выпивали, все, весь, кто-то аккордеон трофейный тянет, кто-то гармошку играет. Радость большая была? Да, все, да. Ну, конечно, настроение хорошее. Это было такое счастье услышать, говорит Ленинград, а каким голосом. Ну, это вот просто один голос был спасения. Когда мы слышали слово говорит Ленинград и Ольга Бергольц, вот спасение было. Под Веной что-то чувствовать, что такая стрельба такая. Я, когда открыла дверь, ребята кричат победа, война кончилась. А до войны показывали фильм «Большой вальс». И мы ни слов не знали, и все-таки мы запели венский вальс, ребята подхватили, кто как. Ой, ну, вообще. День Победы мы встретили, это был Венни. Венни. Кто-то, я не знаю, нашел или спирт, или водку и на 10 человек разлил. Потом выскочили на улицу, бросали пилотки, стреляли в воздух. Говорит, мы живы остались. Мы не думали, что нас на Прагу поднаправят еще. Ну, потом мы брат на Псехословакии, там стоял штаб фронта и второго нашего украинского, и штаб полка нашего. Бои у нас на нашем фронте, бои до 15 мая шли. Власовцы, предатели. и еще какая-то дивизия немецкая была. Вот, представляете, война кончилась, все. А у нас еще продолжение шло. В Чехословакии эсэсовские войска не сдавались. И на помощь нас послали. На помощь. Я не знаю, кто власовцы там. Говорят, что там они были. А мы не знаем, кого убивали, кого ранили. Власовцы это или нет, мы не знаем. Те, которые не сдавались, против всех мы воевали. Когда вы смотрели на Германию, вы задавались вопросом, почему такая богатая страна напала на Советский Союз, который жил намного хуже? Как там? Видите, мы же, во-первых, молодежь были. Мы в эту политику и не лезли. Там есть кому заниматься. Но то, что они аккуратные и развиты, это бесспорно. Один раз это еще до Берлина в Польше к вечеру такой двухэтажный особняк. Видно, что богатый человек жил, но брошенный. Заняли, я захожу в этот особняк, немцев нету, и наших нету. Мебель хорошая стоит, двухэтажный, поднимаюсь на второй этаж, гляжу, стол такой красивый, полированный стоит, все, не побито ничего, и на столе насрана куча. И написано, здесь был русский солдат, и набил порядок. Нога не вышел. Кто-то во время блокады хорошо питался, может быть, начальство что-то слышно было про это? Бабушка в 42-м году осенью носила что есть продавать. Но что было продавать? Богатства тогда никакого ни у кого не было. Бабушка носила там какое-то платье и в основном белье постельное. так ведь продавали-то бабушка несет, а ей взамен хлеб дают. А у меня уже с детства была тяга к книгам. Когда не было света, а ночи белые, я ложилась на окно, а старинный дом, окно это метр. Ложилась на окно, при луне читала книги. И так у меня сохранилась эта боль вот эти книги, стоит интеллигент и их продают за кусочек хлеба. Да у кого-то был кусочек хлеба. Я бывало спрашиваю, бабушка, откуда у них хлеб? А бабушка не хотела на такую тему разговаривать, потому что она такой была человек, что старалась не осуждать и никому не завидовать. Ну, то есть, у кого-то хлеб был, настолько был, что можно было покупать книги на него. и книги, и картины, и всё это за хлеб. А дедушку хоронили. Нужно было килограмм хлеба и сто рублей в то время. Это большие были деньги, чтобы похоронить дедушку. Вам война снится? Да, снилось и снится. А что снится? Плохо. То иногда снится, что сейчас стреляют, то крик какой-то идёт. Ну, бывают такие непонятные чувства и непонятные разговоры. Я утром встаю и думаю, что-то мне снилось. О чём они говорили? Ничего не пойму. и на каком языке ничего непонятно. Всё время. Вот даже вот на той неделе от немцев бегала я. Слышала танки их, стрельбу во сне. Что я всё время снятся. бросила. И когда я бабушку спросила во время блокады, бабушка, а почему вот они все вместе против нас, а бабушка говорит, всё пройдёт, нас Бог любит. Всё пройдёт. Мы победим, и дедушка только об одном и говорил. А это тоже большая поддержка, когда в семье, ведь дедушка как, когда узнал о войне, сказал «Сталин справится». Вы можете себе представить, в 30-м году раскулаченный, его выслали за Урал, там он заболел, но 6 лет деревья пилил. И всё равно сказал «Сталин справится». То есть верил Сталину. И всё равно в начале войны сказал «Сталин справится». Ваша семья бежала от голода. А к Сталину как вы после этого относились? Мы тогда молодые были, вообще не думали ни о чём. Не зная как родители, они в политику не удалялись. Отец работал на двух работах, некогда было думать. А вы когда в атаку шли, за Сталина кричали? Ясно, Сталин не кричал. Ура! Я не помню, кричал я или нет, тоже не могу сказать, сейчас не помню. Если все кричали, значит и я кричал. Я так думаю, не помню. Вам было, когда война закончилась, получается, 20 лет? Да, 20 лет. Я пришёл, не мог на работу устроиться, у меня ничего не было одето, одето, ничего, в военной форме. Пошёл устраиваться на работу, не берусь за стройгруппой, приказ, что за глупость такая. Я до сего времени удивляюсь, человек хочет работать. Мне дали 23 рубля 17 копеек пенсию. Я пошёл в артиле инвалидов, директриса говорит, деточка, солдатик мой хороший, она мне, у меня фонд зарплаты нет, у меня перегруз, не могу тебя взять. Что делать? Я пошёл на Киевский вокзал, пятый по Гаусс, как сейчас помню, бригадира спрашиваю, грузчики нужны? Говорит, да, пожалуйста. Приходите, заходите. Зашёл, автобиографию стал писать, всё оформлять. Только сказал ему группу вторая, всё, и даже грузчиком не берут. Я стал уходить. Думаю, что же делать? Стал раздумывать. Смотрю, кричит он, солдатик, вернитесь, вернитесь. Я услыхал, вернулся. Он говорит, а вы можете не говорить, что у вас вторая группа? Он говорит, я говорю, как скажете, так и будет. садитесь. Я сел, он заполнил всё. Я вас поставлю студентом, вы будете ночью работать, ночами? Пожалуйста, буду. И оформил меня. Я до чего время благодарен ему, что он меня взял. Я за ночь выгружал, 10 рублей имел. Представляете, 10 рублей. девчонки наши мне рассказывали. Погоду не могли устроиться на работу, гоняли их по СМЕРШам, где вы были. Сёстры поносили наши вещи. Так, карточек нету. Кормили, все ходили по родне, кто чего даст. Год ходили в шинели. Самое счастливое мое время, это когда моя супруга, мы были знакомы с ней до войны, родители мои и её знали. Она в школе училась, я в школе учился. Я ушел, когда на фронт, она знала, что я добовольно пошел. Вот, когда вернулся. Вот это самое счастливое время, когда мы с ней соединились. Никто не хочет воевать, кому она нужна. Раз обстановка создана такая, и один враг, второй тоже враг. Хоть один с одной целью воюет, а другой с целью захвата, а второй с целью обороны. Но это два врага. Хотя и с целью обороны всё равно надо оружие применять. никуда же не денешься от этого. Сейчас война похожая идёт или нет? Да, я не знаю, что это за война. Непонятно. Ну, я считаю так. Объявили, значит, надо бить. Самое тяжёлое, чтобы не было войны, самое тяжёлое это жертвы, горе, слёзы, масса разрушений. Мы сами себя убиваем. Вот что я могу сказать. Что значит сами себя? Очень просто. Война это убиваем сами себя. Война это уничтожение друг друга. Вот сейчас на Украине мы вместе когда-то воевали. Там родственники, здесь родственники. что мы сами себя разве не убиваем? Сами себя убиваем. Надо стараться, чтобы не было войны вообще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова